В самом деле было задумано говорить о классических книгах, классических текстах, но как-то это в результате разговоров превратилось в предложение поговорить о Пасухейда Зимра. Пасухейда Зимра – это, значит, псалмы, с которых начинается утренняя молитва. Ну, начинается. Формально она начинается очень намного раньше. Дело в том, что вы сами понимаете, что утренняя молитва складывалась долго и туда добавлялась. То есть, если вначале это шма, потом шма и амида, потом перед этим добавились псалмы, так вот перед этим еще кое-что добавилось. И там довольно много добавилось для чтения дома. Не в синагоге, а Пасухейда Зимра – это то место, откуда начинают в синагоге и кантор. Там, где кантор выходит читать общественную молитву. Значит, там несколько отрывков, которые не имеют отношения к книге Дхилин. То есть, имеют, но они чуть-чуть про другое. Это подборка некоторых стихов и так далее. А, собственно, Пасухейда Зимра, то, что называется, значит, Пасухейда Зимра, дословно, стихи пения, предваряющие молитву, они, на самом деле, это блок последних шести псалмов. Это просто блок последних шести псалмов по еврейскому исчислению от 145 до 150. Но по принятому сегодня исчислению, учтите, что евреи сами по-разному разбивали книгу псалмов на главы. И там есть традиции 147, есть традиции 150, 151, 149 в зависимости от рукописи и места. Там есть, например, первый псалом регулярно не считается отдельным, а как бы предисловие, поэтому первый и второй объединены. Например, вот такой пример. Сразу 149 стадах. Ну, там еще есть несколько таких мест. Это несущественно как бить на главы. Я напоминаю, что разбитие книг Танаха на главы – это дело позднее и христианское, кстати. Кто-то из католиков это делал. Причем это видно хорошо, потому что тогда разбивка совершенно бессмысленная на главах, крайне неудачная. Тем не менее, так как… И тут есть произошел самый известный анекдот, где одна книга заставила принять эту… Вот старых, до изобретения книгопечатания, все ссылки на Танах просто называлась книга, а дальше цитата шла. Первое, начало стиха. Как бы каждый должен был… Предполагалось, что читатель знает это наизусть. Но так, в общем, предполагать такой узкий круг читателей, которые знают Танах наизусть, это, знаете ли, перебор какой-то. По этому поводу, когда вышла первая книга «Конкордация», значит, «Конкордация» – это вот что. Это книга, где каждому слову написано, каждому слову Танаха, вот такой вот община книга. У меня «Конкордация», она крепко зачитана у меня, но… Значит, каждому слову приведет полный список, где это слово в Танахе встречается. Название книги и стиха. Значит, как-то ее надо было писать, для этого нужны были просто номера. Номер стиха и номер главы. И в результате, из-за вот того, из-за желания издавать такие книги, собственно, была принята нумерация, она более-менее совпадает и у христиан, и у евреев. Она немножко разная у разных христиан, и у евреев она тоже своя. Но там разница очень небольшая. Ну, то есть, в псалмах, наименее удобно в псалмах, по-разному разбиты псалмы у евреев. И у, скажем, в издании, синодальном издании Библии, по разной нумерации главы. Тем не менее, значит, это последние шесть псалмов на самом деле по сутихе до земра. И они с самого начала были, собственно, вот таким, ну, я бы сказал, халелем. Есть два, есть халелем. Их два, это два блока псалмов в книге Гелим, называются халелем. Один называется халель-митсраем, египетский халелем, и он читается по праздникам. А один, вот этот вот халель в конце книги. Халель – это дословно слово «аллилуйя», все знают, «аллилуйя», да, это вот это слово. Халель – это прославление Бога. И один, второй блок, который ежедневный блок, он в конце книги Гелим, и он как бы подводит итог. И можно хорошо показать, на самом деле, что 150-й псалом является замыканием ко второму псалму. По поводу, он замыкает именно ко второму псалму является замыканием, и там есть переклички последнего псалма со вторым. При этом их надо уметь отслеживать, то есть там это самое, хотя разные темы абсолютно у двух псалмов, но они друг на друга завязаны, на самом деле. Потом я объясню, как это устроено, значит. Перед этим я сразу скажу, что принято в большинстве общин, ядерайльских общин, вначале читают сотый псалом. Он чуть-чуть из другой, сейчас я его открою. Давайте я сделаю заширь его. Значит, ну как обычно, появилось на экране, да? Так точно. Появился. Значит, сотый псалом, он как бы предисловие к ежедневной молитве, и вот, значит, и начало, вот обратите внимание, так как перевод, который здесь переведен на русский, это перевод, выполненный для издания Раши, поэтому, значит, первый оборот заголовок псалма, а я много раз говорю, что заголовки чаще не всегда понятны, о чем конкретно речь, но в данном случае здесь очевидно, не сборлы туда, туда – это, ну, это и есть заголовок, туда – это вообще-то благодарность, да? В современном языке туда – это спасибо, да? Признательность. Вот если переводить очень буквально, то это признательность. Йодэ – это признает, причем, может быть, признавать чужую мысль, например, признавать чужую позицию, это тоже глагол яда, яда, а не с айномазгэем, но он также благодарность, признательность – это слово. Значит, фокус отчет, что туда, в торе, это еще жертва благодарности. И Раша комментирует, что это псалом при жертве благодарности. Поэтому жертва благодарности приносится без повода, а именно от души, дарующего жертву. Ну, вот если там жертва очистительная, ее просто так не приносят, ее приносят по конкретному числу случаев, и должна сложиться обстоятельство, при котором человек обязан привезти жертву туда. Жертва шламин, она может быть доброходной абсолютно, это доброходные жертвы, на 2, а вот жертва туда, она оформлена, вот здесь очень интересный момент, жертва туда, она имеет четкое оформление, там есть четкое предпочтение, что приносится в жертву. Там очень много хлебов, разновидностей хлебов в эту жертву. Ну, кроме животного, там большое количество разновидностей хлебов. И, чему я сейчас расскажу, вы сейчас увидите. И, среди всего прочего, это единственная жертва в храме, в который приносится хлеб из хамеца. Все жертвоприношения в храме, кроме жертвы туда, жертва всегда маца. То есть всегда нет вас на хлеб. По этому поводу, по обычаям, в сотый псалом не читается. Первое – в праздники и в субботу. Почему это понятно? Потому что в субботу и праздники не приносят жертву туда. Общее правило, что в субботу и праздники, в субботу приносят только ту жертву, которую нельзя отнести на другой день. Вот ее надо принести сегодня. Где-то прописано, что это жертва этого дня. Это, например, пасхальная жертва может оказаться. Это жертвы емки-пура могут оказаться. То есть только жертва, которую перенести нельзя, приносится в субботу. Если жертву можно перенести, а жертву благодарности можно перенести, то в субботу ее не приносят. Его не произносят в праздничные дни. Это первый и последний день Пасх – Шивот и первый и последний день Суккот. Ну, емки-пура, Рошешана, естественно. И, соответственно, в эти дни этот псалом не читается. А дальше следует совершенно замечательная вещь. В большинстве общин Израиля этот псалом не читается в Пасх вообще. То есть в будние дни Пасх он не читается. Почему? Потому что жертву благодарности в Пасх не приносят. В нее входит хлеб-хамец, который запрещен в Пасх. Поэтому жертва благодарности в Пасхальную неделю приноситься не может. По этому поводу, по обычаю, большинство общин этот псалом не читают в эти дни. При этом вот Суккот в неделю, которая между двумя праздниками, его читают. Вот такое правило. Значит, то есть его действительно, вот обычаи установлены в общинах, как бы он установлен против жертвы. Против жертвы туда его читают. По содержанию, вот что есть неудобное. Воспринимать его как чистую жертву тогда этот псалом, если вы его прочтете, то вы обнаружите, что здесь не видно. Жертва тогда ведь частная жертва. Это жертва частного лица, это не общинная жертва. А здесь как бы общинная жертва, общинная текста. Тем не менее, там есть некоторые идеи, почему он такого родит. Что в нем вот интересно? Значит, ликуйте гриу, это ликуйте или шуните, это вот такое вот. Вот такое. Хашему – вся земля. Вот здесь чистое только повелительное. Да, кстати, все глаголы в повелительной форме в этом псалме. Служите Хашему в радости. Симха – это радость, да. Придите к нему или предстаньте, но придите к нему в рнана. Симха – это с гимнами, да, но это такая радостная тоже. Бернана – это тоже рина такая, более хороводная, более песенная. То есть симха – это просто радость, а ринана – это музыкальная, радость, оформленная в музыке. Давайте так сформулируем. Ду – знаете, что Хашем – он, Бог, он нас сделан, и ему мы, народ его, и скот пасимы им, ну паства его. В этом стихе вот выделено красным. Почему выделено красным? Дело в том, что есть такое понятие, мы еще раз столкнемся сегодня с ним, которое называется криуктив. Криуктив – это что написано и что надо читать. Есть несколько случаев, их там, ну несколько десятков на самом случае, когда написано одно, а читают чуть-чуть по-другому. Там редко бывает сильное расхождение, обычно они имеют какое-то объяснение. Значит, написано, вот теперь вещь, которая в переводе не отражается в принципе, просто потому что это невозможно. Знаете, что Хашем – это Бог. Обратите внимание, не наш Бог, а просто Бог. Он нас сделал. Вот этот вот переход. Написано, а не мы, вот то, что написано в письменном виде. Вело анахну, он нас сделал, а не мы, а не мы. Значит, это что написано? При чтении слов, когда это произносят, и при чтении в седуре, кстати, положено произносить вело анахну, как будто он написан не с алла, то слово ло, ну вело, а не, как будто он написан с вам. Но и ему мы, или его мы, и его мы народ и паства. При этом в данном случае оба значения, значит, в Талмуде есть некоторый серьезный спор по поводу, что важнее, как написано или как читается. Потому что как читается, это означает, что когда человек вышел читать текст перед публикой, он обязан читать по массоре, по традиции, а именно кри-аниктив, то есть как традиция известна, как это положено читать. То есть вслух те, кто не умеет читать, они знают текст, как положено его читать. Еще раз, разница обычно ничтожная. Обычно это, ну, в Магелла Тестер, которая всегда всюду написана «Ягудиим», а читать надо «Ягудиим». «Ягудиим», насколько я понимаю, из «Иудеи», а «Ягудиим» – это «Иудеи». Вот где-то вот такая разница. Здесь эту разницу не услышит никто. Разница на слух между «ло» и «ло», ее практически не существует в принципе. И причем в старых чтениях тоже не существует. Во всевозможных реконструкциях слухопонетических ивритов древнего разницы между «ло» и «ло» нет. Это звучит одинаково. Тем не менее, так как главным считается, все-таки основным считается, что надо придерживаться тому, как произносится вслух, а не как написано, то и его мы, но при этом все указывают на одну очень важную деталь, что в данном случае кри-ух-тиф равноправно. То есть есть и тот смысл, и этот смысл. А именно, что народ Израиля не сам создал себя. Мы не можем говорить, что мы, народ, объединенный стремлением к свободе, это будет неправильно. Вот это вот то, что, скажем, в Американской декларации независимости или в куче документов. Мы народ такой-то объединившийся. То есть создание общества как общественный договор между группами людей в данном случае нет. А он нас создал, а не мы себя создали. Вот такой вот смысл. Как бы народ Израиля возник по желанию Всевышнего. И он является народом не по нашей воле, а по чужой воле. Вот это такая мысль. Второй вариант, который, ну, естественно, куда более простой, и его не надо длинно объяснять, и любой человек с легкостью понимает, и его мы, и мы принадлежим ему. И он как бы нас спасет. Боу-шараф, войдите в врата его с благодарностью, во дворы его с дхила. Теперь. Году-ло-бархуш-мо. Благодарите его. Вот это туда еще раз. Году – это повелительное наклонение, а туда – это глагольное существительное. Это одно и то же слово. Году-ло. И вот теперь в конце. Ибо благ Гошембовеки и покровительство его от дор в от дор иммунотот. На всех поколениях верности. Вот теперь что происходит? Вот чем этот псалом? Этот псалом, вот то, что называется Ршут, это вступление Кантера. Поднимание, ни одного аргумента. Только повелительное наклонение. Давайте соберемся, давайте соберемся, давайте сделаем то-то. Значит, давайте ликовать, давайте служить, теперь дальше. Знаете, войдите во врата. Вот теперь туда и хацерот, почему склоняются к тому, что все-таки это прижертвование? Упоминание хацерот дворов – это всегда дворы храма. Вот как раз туда хотят, очевидно. Если она… Его дворы – это дворы храма. И только в конце говорится, почему. Ки тов ха шем ло лам, ибо Господь на веке благ и покровительство. Дело в том, что слово хэсет – это милость или покровительство. Вот это вопрос выбора. Мне нравится покровительство по ряду причин. Я сейчас не буду вступать в длинные обсуждения. Хотите милость, но это милость вышестоящего к нежестоящему. У вас будет милость с престола на землю. Это хэсет. Это такой в данном случае. Вот что любопытное, вот здесь специально на зло всем, кажется, мы обнаруживаем, что в псалмах, и не только, кстати, это в Торе тоже слово встречается, слово эмуна, вера, оно применяется к хэсему раз за разом. И вот здесь действительно у нас проблема, которая выглядит так. В современном иврите и в средневековом иврите слово эмуна – это вера и во что человек верит. И в философской литературе там все, что я не про веру, это слово эмуна. А вот теперь предлагаю вам вот это простое вещь – вера применить к хэсему. Во что верит хэсэм? Понятно, да? То есть слово эмуна вот в русском языке, в английском языке, в любом языке, слово вера, как вы там переведите на другие языки, вы не можете говорить вера Всевышнего. Потому что это какая-то бессмысленность. Потому что, ну, по определению рава садья гаона, рава хиздая крэска, крэскаса, то есть, ну, еврейским, пластическим всем определением, вера – это убежденность человека в том, что в реальности дела стоят так, а не иначе. То есть есть соответствие между тем, между моим представлением и миром. Это есть вера. Это может быть знание, но это и есть вера. У Всевышнего вообще-то вот этой проблемы, правильно ли он понимает мир, который создал, быть не должно. Ее и нет. По этому поводу слово вера, вот те, кто читает субботние псалмы, рассказывать утром о покровительстве твоем и о эмуна, вере твоей ночью. Но подождите, опять, твоя вера – это что? По этому поводу правильное, конечно же, понимание слово эмуна – это верность, надежность. Тогда верность обещанному. на самом деле я хочу здесь просто продемонстрировать одну вещь, языковую. Я не знаю, насколько она легко пройдет, но мне кажется, что правильно. Словие эмуна корнем является вообще-то слово эм – мать. и аменет – это нянька. Вот главное, что есть в няньке – это верность детям и верность семье. В моде они нет слова раба и монотеха. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Раба и монотеха безусловно с этим смыслом. Как бы вот это няньченье как бы берега надежность. Это надежность мамки. Надежность мамка в смысле нянька. Сегодня мамка не говорят, только в старых книгах. Надежность няньки. Надежность боны. По этому поводу, когда про Бога говорят раба и монотеха, то ты нянька высокой надежности. Это вот так вот. Это смысл, который за этим лежит. По этому поводу вот это моде у хорошей няньки владеец просыпается без скрипа. И вообще просыпается. Заметите. Да? Что тоже существенно. И об этом моде спасибо, что я проснулся. там как раз вот это подразумевание надежная нянька там оно довольно сильно. и это надо иметь в виду. По этому поводу жертва туда и мезморлы туда, он как бы начинается с призыва собравшисься, причем замечу, что есть собравшиеся. Вот смотрите, вот по поводу идей. И в дух это Хошеба Симха служите Хошеба Симха не вот здесь опять надо разбираться какой смысл. У Рава Гирша вот к этому псалму Рава Шимшина Рафаэла Гирша это я повторяю это германский раввин это последние четверть 20 века в основном. 19 века я говорил последние четверть 19 века супер классик еврейский. значит и он когда говорит про вот этот псалом он и говорит про слово Ивду служите работайте на самом деле на иврите служите это вынуждено потому что Ивду это работайте на Господа правильный перевод но поместить на бумагу работайте на Господа в радости я боюсь что критики поколотят просто но смысл именно это а вот теперь вопрос в каком смысле Авду и Рафаэль Гирш жалеет о том что куча народу считает что служить Богу это молитва и жертвы ровно потому что в Талмуде это так в Талмуде молитва установленная молитва не молитва а от сердца спонтанная а установить чтение установленных молитв это служба это вот то самое Авду и Дхашеба Симха то я напоминаю Авудат Гашем в древности имела ввиду как правило жертвоприношение по этому поводу молитвы установлены как бы взамен жертвоприношения по этому поводу Авду Эд Гашем в Симха это в Сидуре вот теперь как в Сидуре это надо понимать вот здесь еще начинается одна тема дело в том что один и тот же псалмом он немножечко разный одно дело как он в книжке что он в книжке псалмов делает другое дело что он делает молитвы так вот в молитвике Эй Зиги Авудат Шабеллаев что такое работа сердцем работа сердцем это молитвы вот этот псалом стоит перед молитвой его читают перед то сколько без земра поэтому по поводу в Сидуре однозначное это понимание молитесь Хашему радостно для Сидура но это понимание для Сидура я несколько раз могу показать что в Сидуре смыслы чуть-чуть отличаются от того что в Сидуре в молитвеннике немножко отличаются от того что в книге текст тот же а смысл чуть-чуть разный потому что вы определяете смысл по месту где стоит туда псалом правильно ну например там первый псалом первый третий который стоит в молитве перед сном заведомо является ночным хотя в книге Дхилим он заведомо утренний это легко показать но тем не менее в Сидуре он ночной так вот и вду это молитесь в радости но это в Сидуре Рафаэль Гирш теперь возвращались говорит что очень жаль что так это место понимаю потому что служить Гошему это работать на Гошема это как бы все действия они рядом с Гошемом все действия делаются как положено то есть это именно служите в смысле все что вы делаете должно быть службы Гошема это такая идея Рафаэль Гирша которую он настаивает это его мотто его главная мусорь во всех произведениях по этому поводу знайте что Гошема Лаким значит и мы его народ пойдем в его врата вот это врата молитвы Сидуре в книге Дхилим это врата храма с благодарностью врата во дворы его Дхила Дхила это книга Дхилим да псалмами потому что он добр вот это с этого начинается книга псалма пасхида земра вот они начинаются с этого псалма ровно в этом смысле это призыв мы соберемся и радостно помолимся вот это где-то так кому помолимся Богу почему мы потому что мы его во-первых он нас создал а во-вторых мы его паства теперь войдем в врата потому что он дальше объяснение зачем мы все это делаем потому что он Тов потому что на веки покровительство и на все поколения он нянчится с нами во всех поколениях это вот такой смысл и это вот как бы зачем теперь а вот после этого начинается то что называется холл да ну если за эти вопросы по всему я отвечаю связь слова грио с корем ра есть только это корень здесь рейш вы учитывайте следующее все настолько привыкли к слову ра в смысле плохо да это гада топ ра древо познания добра и зла или там ра это плохой дурной сосед например шахен ра но все время забываешь что есть второе значение это рэа это ближний возле ближнего рейха там ра рэ рэа шелха есть слово рэа это ближний точнее тот кому вы желаете блага если вы хотите друг приятель но у этого слова есть еще одно значение это рэйш айн айн и это слово разбивает по этому поводу лагария это трубить шафар дробный звук имеется ввиду разбивать рауа в современном даже иврите это ветхий дряхлый но это разбивать и глиния это шум лагария это шуметь вообще но это радостно шуметь и ближе к слову труа трубе не в трубу чем к слову разбивать это вот так то есть есть связь но это связь по гнезду двухбуквенному корню а не трехбуквенному давайте так сформулируем слово плохое связь есть потому что слово плохое от слова разбивать на самом деле в другую тот же корень но в другую сторону идущий значит после чего идет слово идет псалом 145 он называется тхилад гилад давид и он характерен вот чем значит вообще про весь этот блок псалмов говорится что там такой диалог в талмуде в трактате прохот я хотел бы быть с теми кто каждый день читает халай ну каждый день читать халай благодарственная праздничная молитва это для тех кто как бы с верой у него какие-то проблемы если человек каждый день читает благодарственный полный праздничный блок он говорит да нет но я же не имею в виду тот тот который называется халай митраин египетский халай я имею в виду вот этот 145 псалом который открывает как раз вот этот ежедневный халай он так по-моему динозавр что в нем замечательно насколько он важен вот в заголовок вначале стоит тхилала давида хвала давида открой тайну что книга называется тхилин хвалын да на иврите так вот это единственный случай когда в заголовке стоит слово дхилла единственный насколько важно именно по этому заголовку получает название вся книга по заголовку 145 псалма всю книгу называется дхилла да по вот по этому заголовку заголовок в 145 псалме единственном месте нет в сотом псалме мы видели войдите во дворы бедхилла с этим же словом но это не заголовок слово-то часто но в заголовке это единственный случай значит этот псалом значит сказал раф авина по-моему да что тот кто читает 145 псалом ну естественно он не называет по номерам называет хилла давид по заголовку хвалу давида каждый день в наших версиях 3-4 день но вообще в старых рукописях каждый день муфта ахло гарантированно что это не останется по этому поводу этот псалом как бы принято читать на самом деле трижды причем во все дни года независимо от праздника не праздник суббота не суббота три раза два раза в утренней молитве и один раз молитву нужны для тех кто не понимает почему не в третьей молитве я сообщаю что по обычаю ряда общин принято каббалистическое мнение о том что псалмы не читают до полуночи ночи то есть наступление ночи до полуночи псалмы не читают вообще как молитвы имеется в виду их можно учить но нельзя читать не положено читать как молитвы по этому поводу можете посмотреть в вечерней молитве есть один псалом который очень сомнительно что он там должен быть у хасидов значит и вот тот псалом который нужно читать каждый день то у хасидов его читают в Минхе в предвечерней молитве и только миснагеды читают его тоже ночью но это все знают что это нарушение правила что ночью псалмы не читают ночь имеется в виду до полуночи по этому поводу он читается два раза в Шахрит и один раз в Минхе читают 91 это этот самый Енебрхум да вы имеете ввиду читают но это как бы нет это извините 91 я не понимаю а его читают в Муцей Шаббат его не читают это самое его читают но дело в том что это особый 91 псалом это Шир Пагаим это отдельный случай его читают от всякой нечисти его читают когда нужно это отдельная совершенно вещь и она тут это это такая насущная надобность это Пико Хнефеш не прочесть это отдельная вещь 91 псалом он тяжелый исключение из всего он красив он хорош его желательно знать наизусть для всех кто боится нечисти всяческой она от него сбегает тут же вот левиты читали в Иерусалиме в храме это каждый день и ночью по-моему кстати тоже положено было один раз его прочесть даже в храме чтобы защитить город Иерусалима от всякой нечисти почему по-вашему в Иерусалиме не было нечисти левиты трудились да но это 91 псалом это отдельная вещь значит теперь по форме вот ну я как вы видите я люблю раскрашивать псалмы по форме я хочу заметить следующее довольно важный момент 145 псалом он у нас окростих окростих это в шалмах нередко встречается 5 по-моему так написано не считая конечно 119 где 8 раз повторено где каждый следующий стих начинается со следующей буквы алфавита то есть у вас в алфавитном порядке все стихи начинаются в алфавитном порядке первый вот после заголовка Тгилала Давид идет Аромемха Аромимха вот Аллаф вот вот этот видите Аллаф второй стих начинается с Бейт третий с Гимал восьмой вот у меня же здесь восьмой еврейскими буквами обозначены и начинается с ХЭТ как положено с восьмой буквы алфавита девятый с ТЭТ как положено ну и так далее с одним пропуском пропуском одной буквы пропущена букву НУ дальше есть обсуждение почему букву НУ пропущена но тем не менее значит а вот вот здесь начинается любопытная вещь я вообще всегда когда что-то вижу в алфавитном порядке всегда воспринимают однозначно ну как например покаянные тексты ашамно богатно там тоже идет алфавитный порядок где человек грехи там перечисляет по всем буквам алфавитно то это всегда два значения во-первых ну первое главное как бы глобальное перечисление всего на все буквы алфавита это значит все на свете сказал и вот Радак например Раби Давид Кимхи да чтобы было понятно главный комментатор книги псалмов это Раби Давид Кимхи вот не Раши не Мецудот а Раби Давид Кимхи главный Радак главный комментатор то есть Псалмов ну вот ну сложилось так исторически что главным комментатором является Радак к этому месту пишет ну не к этому а к другому псалову тоже что он написан по всем буквам алфавита показать его величие величие затронутых в них темно ну то есть что вот он как бы себя включает в все и в общем это стандартное понимание принятой библейской традиции вот что такое современность еврейская современность кто-нибудь знает дату появления еврейской современности нет еврейская современность начинается с Муша Мендельсона комментарии Биур книги Тхилин да это по-моему феликса Мендельсона Бартольди композитора ну для тех кто любит музыку значит некоторым Мендельсон начинается например я имею в виду композитор значит кстати выкрестом это понятно о чем он пишет у него есть комментарий довольно известный комментарий где он пишет среди всего прочего что акростих художественным отношениям всегда проигрывает не акростих он всегда проигрывает более свободной формы дело в том что ну вот человек который пытается писать акростих он уже связан с самого начала формы он не может сказать все что хочет он должен позаботиться о том что следующая строка была на такую-то букву да и в результате как бы смысл приносит жертву формы вот что он говорит то есть он как бы ему не нравится это дело я вообще-то считаю что акростих вот здесь появляется в основном для того чтобы так как это важная вещь то ее легче запомнить человек помнит в каком порядке это надо читать для запоминания очень хорошо он считает что эта форма проигрышная в смысле глубины может но дело в том что этот псалом столь ключевой что здесь просто запихано слишком много всего более того вообще-то этот псалом является открывающим для последующих пяти псалом и можно показать что все последующие псалмы так или иначе зависят от него они повторяют его идеи они повторяют его слова я не помню я не помню кто состоял большую таблицу просто вот всех псалмов где справа поместил 145 потом вот остальные пять псалмов этого галеля и просто продемонстрировал повторение где какой псалом что повторяет из 145 то есть он действительно предисловен действительно ключевой поэтому я не думаю что здесь могут быть какие-то претензии к этой форме потому что он как бы излагает некоторую ключевую вещь при этом этот псалом вот что бы там ни говорил Моше из Дасау Мендерсан это Моше из Дасау значит чтобы он не говорил про то что не из формы он уникален в литературном произведении на самом деле псалом он хорош дело в том что он замечательен тем что он плавно перекатывает разговор с темы на тем вот казалось бы вот если вы возьмете кита это 119 псалом где каждая буква алфавита повторена 8 раз то там как бы связь стихов не просматривается это такое чувство что мы имеем дело с упражнениями на тему там есть повторяющиеся слова ключевые то есть это такое упражнение на на тему он выглядит вот учеников собрали и сказали на букву аллах моюща чтобы были слова такое-то такое-то или такое-то или такое-то или такое-то и дальше ученик выдает что-то вот он вот так составлен кит а вот 145 совершенно про другое составлен там безумно аккуратный переход и вот то что я подчеркну в данном случае первые и последние буквы значит обратите внимание вот на что первая часть шалма она говорит от первого лица обращаясь к всевышнему на ты обратите внимание вот фиолетовым цветом это я там где я это глагол первого лица аруминха аварха аварха агалэла асих асапрена то есть всюду говорится я при этом к всевышнему обращается всюду на ты аруминха вот красным цветом подчеркнутое окончание ты я буду превозносить тебя я буду благословлять тебя благословить твое имя твое каждый день я благословлю тебя аварах хэха аварах хэха извините правильно чтение такое ма сэха гвуратэха твои дела твоя мощь худэха твое великолепие значит при этом при этом значит вот это я и ты умудряется сочетаться вот то есть человек говорит с богом как будто бог вот стоит над ним ну давайте так при этом говорится упорно о боге как о чем-то весьма превознесенном то есть на самом деле вот здесь есть некоторое противоречие рассказы и оно и это противоречие на самом деле снимается фокус вот какой гадоль гашэм гашэм велик он мегулаль весьма превознесен весьма мэот это угдулато и его величие маасэхо гваратэхо вот забыл подчеркнуть надо было ему подчеркнуть — Дела твоя и мощь твоя. — Вот слово «нифлатеха» — вот это вот слово. Дивные дела, да, переведено. Но дело в том, что «нифлатеха» — это не только дивный, но это еще непостижимый, недоступный. — Квот худеха. Вот при этом Хашем изус норатеха. Мощный в грое, в могуществе нора — это вызывающий трепет. То есть вот это я и ты, при этом мост между ними, казалось бы, непреодолимый должен быть. Вот что такое хороший, классный религиозный поэт. Вот первая часть. Я и ты, мы с тобой говорим, но при этом ты непостижим, ты велик, ты огромен. Но ты при этом — это ты. Вот ты — это не абстракция. Вот это преодоление, то, что Брасловский рэбби назовет халаль пануй, пустое пространство между нашим миром и Богом. Вот это преодоление, оно здесь просто очень мощно идет. Вот в этой части. Это до шестого стиха. Вот то, что вы видите в шестом стихе, там вычеркнуто слово. Это опять креектив. Почему-то, а вот это вот некоторая вещь, которая требует хорошего комментария. Обратите внимание, что Гвуратеха в четвертом стихе «Твоя мощь», «Могущество». Оно в множественном числе. «Твои могущества». Поколение в поколение прославляют «Дела твои» и «Могущества твои» дословно. И «Могущества твои» рассказывают. «Нефлатеха» – непостижимые дела твои, множественное число. И вдруг из уст нуратеха, множественное число, сила грозных дел, говорят «Угдулатха». Вдруг написано «Гдулатеха», то есть должно быть множественное число. Вдруг исправление идет и креектив «Гдулатха». Вот разница понятна в чем. Если «Гдулатха», то это уже не «Делах», а «Всевышний». Вот это разница. Значит, теперь седьмого, значит, здесь три части на самом деле. Вторая часть очень короткая. И это седьмой, десятый стихи. И на самом деле, вот если там говорили, что Гошем отделен, но при этом «Я» и «Ты», то здесь он близок. «Зехр Рафтуха» вспоминает о великих благах твоих. Гошем благ ко всем и милость его над всеми творениями ему. Тебя кто-то, уже не я. Провозглашает благодарность тебе, все творения. И вот только дальше опять начинается вот это отступление. Квот молхутха. Гемру, кто-то. Другие. Когда говорится про молхут, то это царь на престоле. И так далее. Дальше идет престол. И вот последняя часть. Четырнадцатая часть. Вот это пошло то, чего превращается этот псалом. Он, глаза, всех тебе устремлены. Ты даешь пищу хлеб. Ну, дословно хлеб. Но вообще в старом ибрите, в библейском ибрите, это может быть не хлеб, а просто пища. Ты даешь пищу вовремя, бытов, в назначенное время. Открываешь руку твою и кормишь досыта, насыщаешь всякую жизнь по желанию непонятно чьему. Праведен Гошем на всех дорогах его. Он предан во всех делах своей. Гошем близок ко всем, кто живет, кто призывает его. Он сохранит всех любящих его. А злодеев уничтожает. Вот. И в конце хвалу Господу провозглашают уста мои. И всякая плоть благословляет святое имя его во веки веков. Вот что здесь надо обратить внимание? Вещь, которую не сразу заметна. Это очередной вненациональный псалом. Про евреев здесь ни слова. То есть еврейских штучек здесь нет. Здесь нету храма. Здесь есть просто общая дьела, которая от я переходит к кольбаса, ко всякой плоти. Вот этот переход от частного к всякой плоти. Вот этот рассказ про всякую плоть будет в следующем или через один псалом. Там будет потрясающая вещь по поводу, что все живое чувствует, все живое чувствует благодарность Творцу, а благословляет его разумные люди. То есть все животные благодарны Творцу, но в слова это оформляем мы. Вот здесь то же самое. Кольбаса шамкачу. Благословит всякое плоти. То есть как бы вот что заметить, что пускай до земра утренние начинаются с того, что... С того, что... Вот теперь еще раз внимание. Вот тогда я говорил про иммуна. То ведь в первой части, там, где я, говорится, ты, рассказывается о том, что люди рассказывают о делах. Я рассказываю о делах Всевышнего. Что я делаю? Все благодарны тебе за дела твои. Вот ключевое слово, кстати, здесь дела в этом псалмуре. Все благодарны за дела твои. За мощь. Все преклоняются передо мной. Но с 13 стиха, там, где мы худха, махуткуля ламим, твое царство, царство вовеки, с 14 стиха и дальше начинаются его дела в этом мире. Описание тех самых дел, за которые он поддерживает всех упавших, выпрямляет скорбенных, дает хлеб кому надо, кормит всех желающих. Близок ко всем, кто не крыугу бэмэ, кто призывает его в истине. На самом деле. Дальше следует... Вот хотите послушать такое. Рцон Йереаф Йасе, 19-й, псалом я на ювелите читаю просто, чтобы усладить слух вашим. Рцон Йереаф Йасе, Этчеватамш Гишмаба Йща, Шомэр Гашем Коль Агабаб, Выхоль Рашаим Гишмид. Слышите, да? Слышите, да? Сплошные шины. Ну, там еще рейши есть, подобные шутки. Но это чисто звуковые, я просто для того, чтобы показать, что эта поэзия еще, она на слух построена, и это уже отдельная будет история. Но вот перечисление, что делает Гашем в конце, это те самые дела, о которых идет речь. То есть, как бы, что в этом псалме еще есть? Кроме того, что я должен благодарить, то перечисляются дела по отношению к людям. Вот здесь интересный момент. Здесь дела по отношению к людям. Чего здесь нет в этом псалме? И это важно для понимания следующих псалмов. Здесь нет природы еще. И здесь нет храма. Они появятся дальше. Поэтому это открытие как бы универсальное для всех. Вот так. Где-то вот с этого и начинается утренняя молитва, и это читается три раза в день, и утверждается, что это крайне полезное чтение. Но, кстати, вы можете заметить, что утренние благословения, сколько здесь тут есть из утренних благословений? Немного. Так пока. Кофеф кфуфим, там есть, да? По-моему. Правильно. Потому что основные утренние благословения будут ниже приведены. И те, которые превращаются в нусах утренних благословений, будут идти в следующем как раз. Который уже не про людей. Вот это вот все люди, именно про людское благословение. А вот следующий будет про душу отдельного человека. Там начинается с галль души. Чуть-чуть другое уже. И вот там будет то, что превратится в утренние благословения впоследствии. Оно взято вот из следующего псалмана. Ну вот где-то вот так. Если есть вопросы, я отвечу. И если вам кажется, что слишком подробно и надо рассказывать короче и не входить в такие детали, в которые я вхожу, то скажите и я вам попробую сократить как-нибудь это. Господа и дамы, у меня у самого есть некоторый вопрос, но я бы хотел сначала дать вам вопрос. Можно, да? Да. Здравствуйте. Всем добрый вечер. У меня тут вообще шесть-семь вопросиков маленьких. Два можно сделать. Во-первых, по прошлому уроку я все-таки настаиваю. Я вам сказал, помните, что умный умирает наравне с глупым. Вы сказали, что это из Мишлей. Еще раз, пожалуйста, я не расслышал кратко. Фразу. Фразу свою повторите последнюю. Фразу, что умный умирает наравне с глупым, да? Помните? Мы говорили об этом. Да. Вы сказали, что это Мишлей, это все-таки Куэллет. Да, как умрет этот, так умру и я. А вот теперь, как умрет этот, так и я умру. Правильно. Значит, я просто... Я просто думал, что я, может, перепутал, как обычно. Нет, нет, это я перепутал. Это я перепутал. Ничего страшного. По сегодняшнему уроку у меня как бы два вопросика по поводу ударения. Вы все время говорите Одуло. Одуло. Я читал несколько комментариев, где разбирается этот вопрос. Потому что вы понимаете, да, что Оду это Индия. Поэтому уделяю большое внимание, чтобы именно акцентировать то, что это Оду. Оду это Индия. Индия. Поэтому обязательно акцентировать ударение на последний слог. Одуло. И так я, в общем, по многим усахам слышал... Извините, у меня написано Одуло. Да. Но ударение не на первый слог, а на последний. Нет, у меня написано на первый. Нет. Окей. Может, это скорный вопрос. Я текст смотрю. В каком псалме году вы хотите ударение? Году? В каком ударении? Где? Это не важно, в каком псалме. Потому что это повелительное направление. Повелительное направление. Еще раз. Я пытаюсь понять, в чем разница между году и году. Потому что... Кстати, не берите пример моих ударений. У меня очень сильное давление ошкенадского произношения. А, окей. Я просто... На меня очень сильное. Но я хочу заметить. Я смотрю на санкордацию в данный момент. Не на санкордацию, извините. На канцеляцию. Про ашкенадскую я не могу сказать про шкенадзов. Нет. У меня написано извините. Стоп, стоп, стоп. Ашкенадское произношение отличается тем, что оно переносит ударение на предпоследний слог. Независимо от того, как правильно. Тут всего два, как бы. Поэтому получается. Правильно. Но оно, ашкенадское произношение, не любит ударение на последний слог. Окей. Минуточку, минуточку. Но в данном случае я хочу сказать одну простую вещь. У меня стоит в году ударение в канцеляции, проставленное на первое слово. Я ни разу не слышал. Ну как? В Эдоте Мизрахи, в Сфарат, я не слышал, что делали. Все время оду. Подождите минуточку. Ну давайте, чтобы не спорить. Зачем мне спорить с такими вещами? Я просто найду все. Мне просто… Понимаете, в чем дело? Вот вы видите, как я ошибся, что откуда. Вот поэтому, когда я пишу, вот когда я пишу статьи, книги, я проверяю все цитаты. Просто, ну вот, я своей памяти не доверяю. По этому поводу проще всего такие вещи проверяю. Насколько я прав. Нет, у меня ударение не проставлено. Мэр, послушайте. У меня не проставлено ударение. Я на слух то, что я слышу в Бетте Кнессе. Понимаете? Книга-то я не пишу. Ну и смотрим просто. Году. Году. Это в 33-м псалме. Году Лаше Бехинор. Это в 33-м псалме. В 100-м году. В 105-м. Смотрим. Просто смотрим каждый псалм отдельно. 105-й. Первый. Году. В 106-м. Галилу. Году. В 106-м. Но году только в одном месте получается. Беседер. Окей. Еще раз, я смотрю на Кантилет, Кантилет проставляет Места ударения Второй подобный же момент Вы сказали Ёмру, прочитали как Ёмру Может быть правильно Там стоит ЦР Там стоит ЦР Я не рада, что читали Ёмру Там и по рифме идет Там, да, там Ёмэру, скорее всего Сейчас, я пытаюсь Сообразить, где там Ёмэру Ребят, мы, по-моему, здесь немножко Ну, Ёмэру, да, наверное, Ёмэру Послушайте Чтобы правильно прочесть Все это мне нужно Я, честно говоря, мне несколько раз приходилось Слух читать псалмы Я всегда входил в YouTube Находил Кантера, который читал правильно По вентиляциям и внимательно слушать Я боюсь Я-то как раз только на слух вам говорю Вот я просто Ёмэру я проверю Скорее всего Скорее всего, Ёмэру Только я пытаюсь вспомнить В каком псалме Это в сотом или в 145-ом Ёмэру это Ашрей Да, боянца Окей, Ребят, я не буду народ Я еще хотел Ёмэру, да Ёмэру, да Я просто Спасибо за то, что вы коснулись Медельсона Хотел небольшой факт добавить Я просто про его отца Вот этот факт не знал Он был раввином, да? Он не был раввином Он был философом Первый еврей в Германии Который стал доктором Филологии Философии Это уже потом Профессором раввин Мэра мусульман Первый профессор Первый доктор философии в Германии Он был во главе оскалы Но прежде всего он был бомбиром богатым Он был, да Он был банкирского дома Стоп, аккуратненько Он не сам банкирован из банкирского дома Он был Он не поддерживал Гаскалу Он Гаскала считает его своим родоначальником Вот давайте точно Ну, то, что я и сказал Он был в начале в развитии Греженянского Окей, я не про это хотел сказать Просто по гримасу истории Что, в принципе, он и его сын Челикс, да Его учитель Тоже известный на тот момент композитор Мейербах Намного крутит, чем сам Мингельсон Ну вы что, вам Мейербах нравится? С ума сойти Мейербах с Мингельсоном рядом не лежит Куча поднятых рук Куча поднятых рук Плиз, плиз, плиз Давайте свернем Потому что про музыку я готов говорить Но Мейербаха я слушал И я не понимал, что у вас только Мейербаха Он вывел свет вам Вагнера, любимого композитора Гитлера И все Подождите Евреи любили Вагнера больше Гитлера Аккуратом не отмели Все, спасибо Евреи Вагнера обожали Вагнер сам требовал, чтобы выиграл Галеви Я долго могу вам рассказывать О отношении до Евреи Вагнера обожают Ему очень нравится морочная музыка Я вам больше Потому что его любил Гитлер Но тут еще проблема Следующий вопрос У вас потрясающая постановая теология Да, учусь, что Матор был редкостно в антисиминге При этом Окей У него у самого, кстати, еврейские корни Если вы знаете Вряд ли Дайте спросить вопрос Передайте снизу и уйдем Я про музыку с удовольствием поговорю Я люблю музыку Но учить я ни на чем не играю Поэтому я ее люблю так Поэтому давайте перейдем Включай микрофон Вырывай микрофон Иначе не говорят Все, давайте дальше Вырывай микрофон Это же передача из Израиля Послушай, у нас по-другому Как бы Давай дальше Давай, мы тебя слушаем Следующий Да, вопрос такой Вы сказали, что главный комментатор Тейлим это Радак Мы знаем, что главный комментатор Хумаши это Раши Ну, минимум Ашкиназов Кто главный комментатор Навиим Если есть такой Не столько Раши Есть главный комментатор Навиим И это тот, кому помещают Всегда в микрофон Гдалот Они все разные? Они разные Но вообще-то Тот же Там в основном Самые популярные комментаторы К Ну К Микрофон Гдалот Скажем так Это Радак и Ралбан Раши К Смотрите В чем дело Вот посмотрите Стиль Раши Это построение мостика Между Танахом И Усной Торы Вот чем он все время занимается Мостик между Пророками И Усной Тору Он куда более слабый На самом деле Потому что Усная Тора Ну, все-таки Конституционным правом Обладает Тора А не Пророки Да? То есть закон Идет по Торе А Пророки Это чуть-чуть ниже Пророки Это для души По этому поводу Связь Усной Торы С Пророками Слабее, чем с Торой Поэтому Раши Он там есть И он довольно важный Но он Пророков очень трудно углубляет Я могу сказать По этому поводу Вам нужны толкователи Попроще, чем Раши Которые простые смыслы Будут формулировать Пророков углублять не нужно Они и так достаточно глубоки Либо они очень сюжетные Если мы говорим Про равных пророков Это первые две Шмуэля Ну, Диаши, Усов, Ким Две Шмуэля И две царства Там углублять Практически нечего Там надо понять Рассказ и сюжет В основном Кроме отрывков Которые действительно Имеют значение Это отрывки пророка Поэтому Как бы Расши Со своими Выходами В другую область Он не работает В том смысле Что читатель Нуждается Чуть-чуть в другом Как правило Читатель нуждается В том-то Кто объяснит сюжеты Правда? Ну, вот первых пророков Именно сюжеты Простые смыслы То есть На первый план Выступают Те, у которых Пшат Более Переводческие То, что я называю Пшат Потому что Пшат Раши Это регулярно Пшат Цвят Поэтому там Радак В общем-то Но Я могу сказать В наше время Ранних пророков Предпочитают Читать по кому-нибудь Современному Изданию Типа Амосахахам Как они называются Это издание У нас Название Беналами Краш Что ли Ну, Масат Равкут Короче говоря Вот это Вот это Амосахахам Предпочитают Такие более школьные Расстолковывающие Тех Ну, а если Ишаяу Иермияу Ихэскер Тоже Амосахахама Возьмем Тоже Амосахахама Предпочитают Именно Потому что Ну, вот Он очень школьный Амосахам Но он Достаточно Глубок И хорош И при этом Школьный В смысле Легкость И понимание При этом Он глубок Он очень хороший Как называется Не филолог Но тот Кто Очень хороший Лингвист И хорошо Понимает Смысл Он действительно Он класс И он Не поверхностный Он ясный Но не поверхностный Вот это Его ценность Большая Вот если Биур Комментарии Мендельсона Он поверхностный Часто бывает Вот То Амосахахам Поверхностностью Не страдает И в этом смысле Я-то и рекомендую Читать их А потом Вот уже На готовый Наложенный Текст Можете посмотреть Пластиковый Комментарий То есть Типа Родак Рольбак Родак Да Я вообще Родак И прилично Спасибо Окей У меня Очень маленький Вопрос Очень маленький Если ты можешь Коротко Ответить Вот Мы начали Как бы Да Учтите Извините Я Чуж Парю Вот Сижу Парю Чуж Что Мне никто Не поправит Автор Мецудот На пророков Главный Комментатор Автор Мецудот Для всех 100% По всем Книгам Пророков Главный Автор Я сижу И никак Сообразить Не могу Явно Не то Говорю Автор Мецудот Мецудат Циен Мецуат Давид Один Комментирует Слова Это один И тот же Человек Комментарии Слов Мецудат Циен По-моему Комментирует Словами Мецудат Давид Комментирует Смысл Главный Комментатор Автор Мецудот И Замечу Что Когда Идет Простой Разговор О книгах Пророков Ссылки Всегда Идут На Автор Мецудот Он 100% Главный Коммента Но Не На Ктувин Но Не На Ктувин Что Что Погодь Я На Остальные Книги Тоже Автор Мецудот Радак И Бенезер Там Не Очень Уверенно Все Идет Скажем Но Автор Мецудот Считается Базовым Вим 100% Я Просто Сидел И Забыл Кто Главный Я Вообще Это Вопрос Начал Задавать Можно Закончить Слегка Я Поним В Израиль Ну Хорошо Вот Такая Общая Вечь У нас Тут В чате Писали Я Процитирую И Попутно После этого Задам Вопрос Вот Пишет Лена Недавно Заткнулась На эти Строчки Хочу Спросить У вас Какие У вас Мысли По этому Поводу А дальше Идут Стихи Просила Не смотреть Гугли Чтобы Не очень Понимать Кто Это Пил Поэтому Я не знаю Кто Написал Итак Строчки Написано Во мне печаль Которую царь Давид По царски Одарил тысячелетия Что я из этого Хочу спросить Вот у меня Такое ощущение Поправьте меня Если я Неправильно Говорю Мне кажется Что есть Какое-то Глобальное Непонимание Или Несоответствие Между Пониманием Ну Как бы Общим Таким Стандартным Распространенным В русском языке Вообще В русском Понимании Солмы Давида Само название И между тем Как понимается Это Ну не знаю По еврейски Еврейской Традиции Таилим Таилим Вот я бы ответил Снец Васильевич Что такое Таилим Я бы сказал Таилим Это прославление Всевышнего Во всех ситуациях Псалмы 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 Это что-то Занудное Это что-то Такое Ну как здесь написано Печаль Ну это печаль Но это же Не печаль Знаете Там печальных Довольно мало Я как-то пытаюсь Вспомнить Там печальные Есть, конечно Типа на реках Вавилонских Печальные вреди Печальные вреди Не знаю Это Эцеп Но здесь нет Эцеп Там есть Крайне Такие печальные Псалмы Что Есть такие Но это все Не Давид По-моему Это другие авторы Послушайте Мы всех называем Давида Независимо Кто автор 10 авторов Мы всех называем Давида Там есть Там полно Печал Там полно Есть Полно Они не составляют Большинство Никак Большинство Составляют Ну Два Галеля В сумме Это уже Десять Плюс Тема Это прославление Ну что На еврите Ди-ила Что такое Ди-илин Еще раз У нас Один раз В заголовке Ди-ила Вы Давида Да На самом деле Но ведь Очевидно Что слово Ди-ила И слово Однокоренное Правда Вы все Слышите Ну да Та Это приставка Да Приставка Та Вообще Это Как Как Я пытаюсь сформулировать это по-русски. Учиться – это ламады. А тот, в ком учатся, в кого учатся – это таумид. Логарщив – это ответ. Чува – это ответ. То, где происходит, это ответ. По этому поводу Бхилла – это там, где происходит халэль. Это называется по-русски «отстряженное существительное». Но оно такое, оно существительное место при этом. По этому поводу Бхилла – это то, что является халэль. Это вот что. Только халэль – это действие, а Бхилла – это существительное уже, отвлеченное. Бхилла – это уже существительное становится. Поэтому книга «Бхиллин» по-русски – это книга «Глюнуй». Что такое псалмы? Кто может объяснить? Откуда слово псалмы? Это греческий и означает то же самое прославление. Это греческое слово, это греческий язык. Но инструмент, который называется псалтырь. Вот псалтырь, я хотел сказать. Псалтырь – это, по-моему, книга. Псалтырь – это книга, но есть еще инструмент псалтырь, музыкальный инструмент щипковый, типа гусли. И только он квадратный, по-моему. Очень много струн, равномерно натянутых, разной толщины. И высота тона определяется местом зажатия. Там нет деки. Понятно. Это такой инструмент. Коробка, на которую натянута поверх коробки, вот как на гитару. Собственно, от псалтыря гитара вот потихоньку проходит. Псалтырь, с гитарой, вот так потихоньку, через ситар, цитру, вот она проходит в гитаре. Вот этот инструмент, он переходит в гитаре плавно. Вы про арфу и гусли забыли. Да, арфу и гусли. Арфу и гусли по-другому расположены по отношению к резонаторному ящику и не имеют гриппа. Мэр, не загружайте, вы только что сказали, что там резонатора нет и деки нет. Подождите, резонаторный ящик есть в любом щипковом инструменте, не может. Ну, если это не Кельмандар, конечно же. Как может быть резонатор, если нет деки? О чем вы говорите? Какой резонатор, если нет деки? Грифа нету в псалтыре, резонаторный ящик нет. Причем есть гриф? Вы сказали, что нет резонатора, нет деки. Есть у него резонаторный ящик. Она натянута на этот ящик. Как может быть щипковый инструмент без резонатора? О чем ты говоришь? А где тогда дека? Скажите мне, где дека? Не может быть резонатора без деки? Я правильно понимаю, что дека – это верхняя крышка резонаторного ящика? И нижняя, я думаю. Это не только дека. Это верхняя дека и нижняя дека. Но я сказал, грифа нету. Да, мы согласны. Мы с этим согласны. Гриф вы уже потом говорили. Матан, давай предлагаю на следующем занятии заняться резонаторами и грифами. Хорошо? Слушайте, я вам расскажу, пропускали инструменты книги псалмов. Там будет и лира, и арфа, и так далее. Но нам это нужно. Чем отличается лира от арфы? Я думаю, что да, но только в следующий раз, по-видимому. Да нет, вы просто про псалтырь говорили. Псалтырь – это вот такой ящик, на который натянута струна. Понятно. Я думал, что это книжка. Много. Нет, 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 нет. Теперь ты тоже прав. Псалтырь – это книга псалмов еще. Окей. Это два значения у одного слова. Я предлагаю закончить наше занятие общим криком «Аллилуйя». Все согласны? Да уж. Про слово «Аллилуйя» есть выучитель. И это в наших словах есть. Есть два слова «Аллилуйя». Одно – «большой галель», окончание «я», как укончание «увеличение». Это не просто «Аллилуйя», а вот такое вот, преувеличивающее. А есть еще два слова «Аллилуйя». Это я понимаю. Я имею в виду первое. Я имею в виду первое. Их два. Их два бывают варианта написания, и они имеют два разных смысла. Немножко. Истинно. Окей. Ну хорошо. Мы отпустим мера и присутствующих. Есть десять человек, которые выдержали до последнего. Я вас поздравляю. Аллилуйя. Базальтов. Базальтов. Мы на этом заканчиваем. Шаббат шалом. Всем до свидания. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Начинаем. Шаббат шалом. Что было сказано? Шаббат шалом тебе сказали. И вам шалом. И вам шаббат шалом. Всем счастливо и пока. Пока. Спасибо большое. Пока, пока.